МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня в здании рязанского правительства подвели итоги регионального конкурса среди молодых ученых. Значимость такой премии, как отмечали сами награжденные, весьма велика и растет из года в год. Ведь именно сейчас по такой категории, как научный потенциал, в первую очередь и оценивается уровень развития не только одной отдельно взятой области, но и всей страны. Подведение итогов регионального конкурса среди молодых ученых в честь Нобелевского лауреата Ивана Павлова позволяет с уверенностью утверждать, что передовые исследования ведутся и на нашей рязанской земле. В торжественной обстановке награды получили студенты, аспиранты и научные работники основных высших учебных заведений, а также научные работники ведущих рязанских промышленных предприятий. Всего около 20 человек. Перед началом официальной церемонии Олег Ковалев отметил значимость смелых инновационных проектов, которые важны для развития региональной экономики. Мы решили пригласить сюда всех, кто принимал участие в конкурсе, потому что уже само участие в конкурсе говорит о том, что вы относитесь к элите молодой науки, и для нас это очень важно, ваша активная работа и попытки поучаствовать в конкурсе, это, безусловно, заслуживает всяческого поощрения. Высший смысл научной деятельности состоит в практической реализации находок и достижений. Это важно для каждого молодого ученого, который хочет принести пользу своей Родине. Я уверен, что вам удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть воочию результат вашего интеллектуального труда. И мы со своей стороны для этого сделаем все необходимое и все возможное, все, что в наших силах. То есть сегодня как раз время, когда мы переоцениваем все наши экономические реалии, переоцениваем условия для ведения бизнеса, условия для развития экономики, с тем, чтобы отформатировать их таким образом, чтобы дать новый толчок для движения вперед. Молодые ученые работают по различным направлениям науки – физико-техническим, естественным и гуманитарным. Одним из лауреатов конкурса имени академика Павлова стал Дмитрий Благов. Его разработки уже сейчас облегчают труд сотням зоотехников и агрономов в десятки фермерских хозяйств региона. К сожалению, работа зоотехника строится в том плане, что все расчеты проводятся на микрокалькуляторах. А это уже для нашего общества не актуально. Требуется вводить новые единицы измерения, а эта программа уже построена под них. И человеку уже не нужно ломать голову, вспоминая, какие нужны нормы, сколько, допустим, нужно дать того или иного корма. Все это уже в ней есть. И всегда можно составить бассейрный рацион и конкретное хозяйство. Еще одним победителем стал аспирант Рязанского государственного медицинского университета. Его фундаментальные исследования в области сердечно-сосудистой хирургии нашли применение в больницах Рязанской и Московской областей. Мое исследование в рамках диссертационной работы скорее можно отнести к фундаментальным исследованиям, которые лежат и затрагивают наиболее глубинные причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, венозной патологии. Понимаете, разницы между фундаментальными и практическими исследованиями очень мала. Нет исследований фундаментальных, есть только предлавные. Мы называем фундаментальными исследованиями те, которые чуть позже применяются в практике. Поэтому оно так условно называется фундаментальным, так безусловно оно практическое исследование. Применяются, в принципе, результаты эти могут быть применены для прогнозирования и улучшения результатов лечения у пациентов с венозной патологией, с венозными тромбозами, варикозным расширением вен. Конкурс носит название первого русского Нобелевского лауреата, знаменитого ученого и рязанца Ивана Петровича Павлова. Именно он признавал важность поддержания молодых умов. Сегодня также в весьма торжественной обстановке прошла расширенная коллегия региональной службы судебных приставов. На этом мероприятии официально была представлена общественности новый руководитель рязанского управления Ольга Бажимова. В региональном управлении судебных приставов события, должность главы ведомства перестала быть вакантной. Новым руководителем управления стала Ольга Бажимова. Эту новость на заседании коллегии 11 февраля озвучил первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Сергей Сазанов. Приказом министра юстиции Российской Федерации начальником управления назначила Бажимова Ольга Алексеевна. Алексеевна, опытнейший руководитель, давайте мы попросим туда идти. Опытнейший руководитель, что называется, прошла путь от судебного пристава до начальника управления. Ольга Бажимова, который, что называется, знает досконально все проблематики работы службы. Я думаю, что это должно залогом явиться успешная работа рязанского управления. Ольга Бажимова практически всю свою профессиональную жизнь посвятила управлению судебных приставов. Пять последних лет она возглавляла подразделение Оренбургской области. Как опытный специалист и профессионал своего дела Ольга Алексеевна сразу определила приоритетное направление в своей работе. Мы просто начинаем работать. И в первую очередь мы защищаем интересы граждан наших, никоим образом не ущемляя наших должников интересы, соблюдаем. Но граждане Рязанской области должны понимать, что они живут в правовом государстве и должны подчиняться законам того государства, где они находятся. И первоочередная задача у нас это пополнение федерального бюджета и консолидированного бюджета. И, естественно, никоим образом мы не ущемляем права наших несовершеннолетних детей. Это взыскание алиментов. То же самое приоритетное у нас это предоставление жилья детям-сиротам. Ну, такой особый приоритет. И мы говорим о том, что у нас есть проблемы в государстве, в его обществе. Именно по невыплатам задолженностям, по алиментам. Эту проблему будем искоренять. На заседании коллегии, которая проходила в присутствии глав различных силовых структур нашего региона, Ольга Бажимова подвела итоги работы ведомства за 2014 год и озвучила планы на год текущий. Также в ходе беседы с представителями СМИ новая начальница судебных приставов пообещала, что кардинально менять работу управления не будет. И сегодня же в Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника региональной наркополиции Игоря Туровского. Обвиняется бывший руководитель областной УФСКН в получении взятки. Следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Паризанской области раскрыли уголовное дело в отношении главного регионального наркополицейского. Вся эта нарковзяточная эпопея началась в феврале 2012 года, когда оперативники регионального УФСКН произвели проверочную закупку кокаина у рязанского бизнесмена Алексея Рощупкина, в результате которой Рощупкина задержали и отправили в следственный изолятор. С самого начала следствия бизнесмен заявлял, что он не виновен никаких связей с наркодилерами. У него никогда не было, а кокаин ему подбросили. Высказывал мнение, что таким образом у него хотят отобрать строительный бизнес. Не уставал писать жалобы, обращался в федеральные СМИ, заявлял о произволе, но ничего не помогало. А вскоре ему предъявили обвинение. В итоге бизнесмен не придумал ничего лучше, как пойти по коррупционной схеме. Он решил попытаться выйти на главу Рязанского УФСКН генерала Игоря Туровского, договориться с ним и уже за деньги выйти на свободу. По версии следствия, Туровский согласился помочь. Единственное, что он потребовал – сначала деньги, потом освобождение. Но проходило время, а Рощупкин так и оставался за решеткой. Тогда, почувствовав подвох, предпринимателем через своего адвоката обратился в правоохранительные органы. После чего следователи начали сбор информации. А в августе 2013 года против руководителя УФСКН России по Рязанской области генерала Игоря Туровского возбудили уголовное дело – получение взятки в особо крупном размере. Раскрытие сложной схемы получения генерал-майором полиции Туровским взятки с участием ряда посредников стало возможным благодаря тесному взаимодействию Следственного управления Паризанской области с региональным управлением ФСБ России. Расследование уголовного дела также представляло собой особую сложность, поскольку с момента совершения преступления до его выявления прошел длительный период времени, а возбуждение уголовного дела происходило без задержания с поличным. Кроме того, в рамках расследования был проведен ряд сложных судебных экспертиз. На данный момент следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест. Мера пресечения ему осталась прежней – заключение под стражу. На сегодняшнем первом судебном заседании Игорь Туровский сослался на болезненное самочувствие и попросил вызвать врача, а также перенести судебное заседание. Игорю Туровскому вызвали скорую помощь, и после этого судья объявил в деле перерыв. А теперь к новостям криминального характера. Рязанские полицейские задержали накануне группу молодых людей, которые подозреваются в продаже спайсов. У них было изъято около полукилограмма курительных миксов. Сотрудники уголовного розыска задержали в Рязани группу злоумышленников, подозреваемых в организации сбыта синтетических наркотиков с помощью сети интернет. Сотрудниками уголовного розыска на территории города Рязани задержана группа лиц, занимавшиеся незаконным сбытом синтетических наркотических веществ типа спайс. Из незаконного оборота изъято около полукилограмма наркотических веществ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц. Общение в интернете создает у некоторых людей ощущение анонимности и полной закрытости данных о собеседнике. Этими преимуществами и решили воспользоваться злоумышленники для организации сбыта запрещенных психотропных препаратов. Впрочем, ощущение анонимности в сети – лишь иллюзия. Оперативники уголовного розыска благодаря профессиональным действиям сумели по цепочке проследить за всеми этапами распространения наркотиков в Рязани. Сами употребляют наркотические вещества? Да. Каким образом? Вдыхательным путем. То есть курите, да? Нет, вдыхаю. А, все, понял. Легко ли в настоящее время достать наркотики? Очень легко. А перевод денег каким образом осуществляется? Перевод денег осуществляется через мобильный платеж в Киеве, кошелек. А сколько сейчас на рынке стоит разовая доза наркотика? Разовая доза – это вы имеете в виду грамм? Да. Грамм стоит от полутора до трех тысяч. В рамках специально организованной операции злоумышленники были задержаны вместе с товаром. Экспертиза установила, что в больших свертках и маленьких самодельных контейнерах, предназначенных для розничного распространения злоумышленники, хранили более 500 граммов синтетических смесей типа «Спайс» и других сильнодействующих наркотических средств. А накануне стало известно, что вскоре в Рязанском театре драмы появится новый режиссер. У прошлого руководителя актерской труппы Сергея Виноградова завершился трудовой договор. И сейчас объявлен открытый конкурс на замещение вакантной пока должности. Театр драмы объявил конкурс на место нового главного режиссера. Вакансия открывается в связи с завершением трудового договора с нынешним главным режиссером Сергеем Виноградовым. Вы знаете, Сергей Александрович Виноградов, прежде всего, очень талантливый режиссер. И те постановки, которые поставил он в сезоне 2013-2014 года, они, конечно, были очень отличными от того, к чему мы все привыкли. А это более такие были, во-первых, современные авторы, безусловно, и другое режиссерское прочтение произведений, ну, скажем так, менее классическое, более современное, где-то провокационное, где-то экспериментаторское. Это очень интересный опыт для театра был. Кандидат на участие должен будет заполнить заявку, которая, к примеру, должна включать в себя автобиографию, рецензию из статьи о собственных постановках за последние три года и перспективный план творческого развития театра. Сказать, что у нас есть какая-то кандидатура, которая нам была бы близка театру, я не могу, и даже, возможно, это к лучшему. Мне кажется, что конкурс должен нам помочь выбрать действительно достойного, действительно интересного человека. Конечно, у меня в голове есть такой собирательный образ, какой должен быть главный режиссер нашего театра. Перед нами вообще стоит сложная задача. В качестве избрания главного режиссера это вообще очень сложно. Мы один из старейших театров. Естественно, обязаны сохранять театральные традиции русского театра. Поэтому очень важно, чтобы человек это понимал. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что современное поколение, которое воспитано уже больше на медиакультуре, не будет ходить на чисто традиционные спектакли. Поэтому, естественно, должна быть какая-то нотка современности в нем. Ну, я надеюсь, что мы найдем такого человека. Имя нового главного режиссера «Рязанский зритель» узнает в середине весны. Это был завершающий наш сегодняшний информационный выпуск видеоматериал. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал ректор Рязанского радиотехнического университета Виктор Гуров. И речь в беседе пойдет про работу молодежных волонтерских отрядов в ходе подготовки к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин